Правила просты, но тем не менее никогда не лишний их повторить. Купаться нужно на специально отведенных пляжах, где есть спасательная и медицинская службы. Разрешается купаться только в светлое время суток, детям только под наблюдением взрослых. В воде следует находиться по 10-15 минут, делая перерывы между купаниями, рассказал начальник центрального подразделения Геннадий Рябухин. Если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению к берегу. Только потеряйте силы, плывите по течению, на глубине обязательно будет место, где два течения сойдутся, и вы постепенно выплывите на берег, пусть и в другой части пляжа. На специальном роботе-тренажере врач показал детям, как нужно оказывать первую помощь при спасении утопающего. Не всегда отсутствие запотевания зеркала или экрана мобильного телефона свидетельствует о том, что человек не дышит. Надо положить руку ему на грудную клетку, и вы сразу почувствуете даже малейшее движение вверх-вниз. Ответил врач МЧС и на вопрос юных спортсменов, что делать, если в воде свело мышцу. В завершение лекции спасатели провели для детей экскурсию по территории подразделения. Показали юным спортсменам и барокомплекс. Две барокамеры, стационарная и транспортная – одни из лучших в стране. Именно благодаря им спасатели восстанавливаются после тяжелых глубоководных спусков.